Привет, ребятки! Как дела? Давно не было полноформатных роликов, вот решил запилить. И сегодня я, наконец, хочу вам поведать про слово Already. Помните, у меня был ролик про слово Yet, и там я просил, что, типа, если 100 лайков наберем, то я расскажу про Already. 100 лайков так, сука, и не набрали. Набрали что-то там 96 или 97, я решил, ладно, хватит, короче, пойдет. Поэтому встречайте мой рассказ про это чудное слово Already. Начну с того, что его можно произносить по-разному, с ударением на первый слог Already и с ударением на последний Already. Главное не забывать проговаривать Already все время, неважно, чтобы не было Already. Так говорят только те, кто не умеет говорить. Already или Already. Я говорю Already, но если нравится Already, пожалуйста. Это наречие переводится хуже, и, в принципе, этого перевода вам хватит выше крыши. И я вам говорил, что оно очень интересное, это слово. Это так и есть. Это не замануха была. Так, в чем же дело? Ну, в первую очередь развею миф, что это маркер времени Present Perfect. Есть такой миф в школах. Полная ерунда. Нет, ну, конечно, его можно применить в Present Perfect. Типа, I have already told you about this. Я вам уже об этом рассказывал когда-то. Но это не значит, что этим все и ограничивается. Пожалуйста, вот вам он, например, в Present Simple. I wanna go home already. Типа, я уже домой хочу. Или, например, вот Present Continuous или Progressive, как некоторые любят. Например, I'm already getting hungry. Я, типа, потихоньку начинаю становиться голодным. Или даже, например, обычный глагол to be можно использовать с Already в разных временах. Типа, I'm already here. Я вот уже здесь. Или I'm here already. Я уже здесь или тут. Но, опа, а есть ли разница между I'm already here и I'm here already? Кстати, неплохое такое упражнение. I'm here already. I'm here already. I'm here already. I'm here already. Пользуйтесь на здоровье. Но не об этом разговор сейчас. А о том, что реально положение Already в предложении влияет на смысл. В утверждениях нет. Поэтому I'm already here. I'm here already. Одна ерунда. I've already done this. I've done this already. Одна фигня. Но где смысл точно меняется, это в вопросах. И запомните вот что. Если Already ставится в начале вопроса, например, Are you already hungry? Или Have you already done it? Или Did you already do it? Это просто обычный уже. Вы просто интересуетесь. Ты уже голодный? Ты уже это сделал? Вот типа того. Обычный интерес. Но если Already ставится в конце, типа Are you hungry already? Или Have you done it already? В этом случае вы уже удивляетесь. И поверить тому не можете. Типа, Ты чё, уже голодный? Как так? Ты живот ел пять минут назад. Или Ты чё, уже всё сделал? Да не может такого быть. Вот в этом его и трюк. Поэтому, если вы просто интересуетесь, ну, поставьте его в начале вопроса. А если вы диву даётесь, то ставьте его в конец. А больше, собственно, никаких секретов у него и нет. Обычное слово. Главное не использовать его в отрицаниях. Потому что в отрицаниях вам поможет Яд. Ролик про него только что всплыл. Если не смотрели, то гляньте. Вот такая вот история. А вообще советую, очень рекомендую даже подписаться на мой Телеграм-канал. Там очень много различных прикольных историй, которые я стараюсь постить регулярно. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь. И будем там вместе обсуждать английский язык, который мы с вами так любим. Иначе, что бы вы делали на моём канале? Ну, а на этом всё. Ставьте лайк, пишите комментарии, знали ли вы такие трюки слова already. Да и всё, собственно, что ли. Будем на связи. Меня звали и зовут Алекс. See ya. Субтитры сделал DimaTorzok